Всем привет! Меня зовут Николай Соболев. Я вернулся в Россию и теперь роликов будет много. Но это не точно. А пока что давайте обсудим все самые свежие новости и то, что прям наболело. Что происходит с российским телевидением? Рейтинги падают? Когда победит Ютуб и почему мне стыдно появляться в эфирах? Куда ушел Малахов и кто стал новым ведущим легендарного телевизионного проекта? Сразу к делу. Погнали! Сегодня я скажу очень много плохих вещей про российское телевидение, но прежде чем начать, хотелось бы что-то, ну, похвалить. Недавно я побывал на съемках фильма «Гоголь. Начало», который запустится в прокате сентября. Познакомился с актерами и посмотрел, как снимается действительно качественный продукт. Огромное количество людей собрано для того, чтобы отснять одну сцену. Могу сказать точно, что Николай Соболев снимает гораздо быстрее. Это один из немногих трейлеров, при просмотре которого мне даже не захотелось побежать в туалет. Также мне удалось поприсутствовать на предпоказе и с уверенностью можно сказать, что работа проделана большая. Стоит отметить прекрасную актерскую игру. Как это выкопать? Обыкновенно, батюшка, лопатой, как закапывали. И очень атмосферные декорации для фильма, которые многим придутся по душе, я уверен. Все это вы сможете оценить на премьере фильма «Гоголь», которая пройдет 31 августа во многих кинотеатрах нашей замечательной страны. У вашего Гоголя очень богатой фантазии. Он мог бы писать книги? Ну а теперь давайте начнем. Новость, которая абсолютно не относится к Ютьюбу, но она потрясла абсолютно всех. 76 лет Андрей Малахов был ведущим первого канала. В эфире пусть говорят, в этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. За все это время Андрей добился просто невероятных результатов, особенно в раскрутке некоторых шлю... И вот Андрей Малахов наконец-таки принял эпохальное решение, и, я бы сказал, начал новый этап в своей жизни. Он будет вести точно такое же шоу на телеканале «Россия». Андрей Малахов, прямой эфир телеканала «Россия». Я не знаю, как это комментировать, и лучше всего в данной ситуации подходит комментарий великого философа российского, между прочим, Эскобара. Что это хуйня? Что это хуйня? Лучше и не скажешь. Но знаете, больше всего мне даже позабавил не анонс участия Малахова на телеканале «Россия», а гениальная реклама, которую они сняли, где беременный Андрей Малахов лежит на диагностике УЗИ. Блин, просто посмотрите на это. Доктор, ну что там? Ээээ... Доктор. Извините, я увлекся, взгляните сами. Уже можно? Ну, а почему нет? У вас же уже не первый. Уже нет. Одна надежда на то, что он не родит очередную Диану Шурыгину, только уже на другом канале. Если такой УЗИ пришел... Думайте, с кем вы ложитесь в кровати. Многие были в шоке, ведь Первый канал и Россия – это прямые конкуренты. И вот как так мог Андрей Малахов просто взять и оставить родную студию? Ну, как это так? Официальной причиной ухода Андрея Малахова с Первого канала стала ссора с новым продюсером передачи «Пусть говорят». А по абсолютно неофициальным слухам, которые до меня дошли, Андрей Малахов получил за переход на телеканал «Россия» внимание, один миллиард рублей. Даже свои задницы. На тебе денежку. Но гораздо больше всех, и меня в том числе интересовало, что же будет с моей любимой передачей. Пусть говорят. Кто же станет новым ведущим и заменит Андрея Малахова? Абсолютное большинство людей считало, что им должен стать... Но нет. Нет. Ведущим стал некий... Дмитрий Борисов. Что, блядь, это такое? Возмущению людей не было пределов. Во многих городах России прошли несанкционированные митинги, а в Твиттере разгорелась настоящая жара. Соболев лучше, моложе и красивее. Пишет Алла Борисовна Пугачева, которая, поверьте, разбирается в этих вопросах гораздо лучше, чем кто-либо другой. Соболев will make Пусь говорят great again. Не выдерживает норвежский блогер PewDiePie. И знаете, я могу его понять. Jesus fucking fuck! Ну а если серьезно, очень многие спросят, Коля, ну что ты вообще тут решил обсудить? Ну кому это интересно? Всем насрать! И знаете, вы будете абсолютно правы. И по моему мнению, первый канал не ведущих должен менять, а весь формат телепередач. В том числе и передачи Пусть говорят. То, что сейчас происходит на всем российском телевидении, это... Это пиздец. Это пиздец. Многие скажут, Коля, да мы вообще весь этот сраный телевизор не смотрим. Нам пофиг. Но задумайтесь, ведь вы и не смотрите телевизор в последние годы именно потому, что нам скармливают все это дерьмо. За последние годы телевизор в глазах молодежи стал ассоциироваться только с одним словом. Да это вообще зашквар. И я считаю, что вина за это полностью лежит на руководстве этих самых каналов, потому что если посмотреть, за рубежом нет таких стереотипов. Телевизор в Америке или в других европейских странах по-прежнему выполняет развлекательную функцию не только для одних бабулек. Ой-ой-ой-ой-ой. Что же происходит у нас? Вот в очередной раз я с этим, к сожалению, столкнулся и просто не могу с вами не поделиться. Буквально позавчера я приехал к бабушке, у нее, естественно, был включен первый канал и в Prime Time там показывали вот такую вот замечательную передачу. Добрый вечер, эта программа на самом деле... На протяжении всего эфира вся страна с нетерпением пыталась выяснить, была ли беременна Анна Калашникова. Или все-таки нет. Кто же там врет в этих историях? Я пришел на эту программу для того, чтобы вы мне помогли вывести на чистую воду Анну Калашникову, которая заявила, что она беременна. Боже мой! Вот это драма! Чтобы вы понимали, Прохор Шаляпин это любитель бабушек и недопевец. Но я выйду и спою. И знаете, Прохор уже сам забыл, когда в последний раз он вообще где-то пел. Никогда! Я талантливый человек, об этом мало кто знает в стране, потому что у меня мало музыкальных эфиров, и это не от меня зависит. Потому что все, чем он занимается в последнее время, это ходит по разным каналам и пытается выяснить, кто там от него забеременел. Я не очень верю в то, что Анна беременна. И что самое ужасное, это показывают всем нам. Так правду ли, говорит Анна, заключение наших экспертов прямо сейчас. Ой, какая же это все хуйня! А когда выясняется, что Анна Калашникова все-таки была беременна, все пытаются выяснить, а кто же был отец? Блядь, интересно-то как? Вероятность вашего отцовства составляет 0%. Вы не биологический отец, я бы. Что? Ахуеть! Просто, блядь, посмотрите на эти лица, это же гребаный театр. Это просто позор, это смешно. В рот ебать! Прохор Шаляпин накрасился так, как будто сам скоро от кого-то забеременеет. Вероятно, готовит новые сюжеты для новых передач. И я скажу об этом на программе. И знаете, мне в принципе тоже пофигу, но в какой-то степени обидно, что в то самое время, когда за рубежом в той же самой прогнившей бездуховной Америке развлекательные передачи предоставляют какой-то годный контент, мы каждый год смотрим смешные новогодние, мать их, передачи. Кто кидается камнями? Это инопланетяне! Оля, 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 оля! И пытаемся отгадать, от кого же в следующий раз залетит Анна Калашникова и залетит ли вообще? Даже не уверен, что я хочу знать эту правду, но вы сюда пришли ради этого. Это ужасно, это действительно отвратительно, что в нашей стране нет никакого развития этой медиасферы. Мы даже придумать своего ничего не можем. И все, что мы делаем, это просто берем и адаптируем в зарубежные сериалы. Как вам, друзья мои, доктор Рихтер? Полное сканирование тела. Простите, а что мы ищем? Найдете то, что есть у больных детей, но нету здоровых мам, мы чемпионы. Крутяк! 2017 год на дворе, это же, блядь, просто позорище! Доктор Рихтер. Все запомнили? Я знаю только одну вещь, которая была хуже, чем доктор Рихтер. Знаете, какая? Доктор Тырса! Доктор... Тырса! В новом отделении под моим чутким руководством. Что-что, под твоим руководством? Да. С твоими идиотскими авантюрами? Боже, с ума сошел? Ни в коем случае. Вы понимаете, да? Вы понимаете, они берут один и тот же сериал и адаптируют его. Несколько раз они просто жирной харчой плюют вам в лицо. Вы че, блядь, охуели что ли? Это че за хуйня? Нет, не удивляйтесь, это далеко не единичный случай. Точно так же под копирку была спизжена. Огромная куча сериалов. Побег, счастливы вместе, Воронина, моя прекрасная няня, не родись красиво. О чем говорить, даже когда популярная наша Раша являлась адаптацией британского скетч-шоу Little Britain? А вот русскоязычная адаптация культового сериала «Теория большого взрыва», которая называется «Теоретики». И она получилась настолько убогой, что ее поднял на смех даже актер оригинального сериала. Там даже диалоги были теми же. Они даже были одеты так же. Даже сценарий, да. Все женские особи одинаковые. Вот как? Идеально. Я больше не могу, я больше не могу. Ну и напоследок новость, которая может вас совсем уж шокировать, поэтому я советую всем глубоко вздохнуть и сесть удобнее на стульчик. Компания НТВ приобрела лицензию на российскую адаптацию «Игры престолов». На роль Дейенерис утверждена Алла Михалкова. Ха, классная идея. Давайте пофантазируем, чего уж там. Критикуешь? Предлагай! Я готов предложить состав актеров. Пусть Кал Дрога будет Никита Джигурда, Джон Сноу будет Филипп Киркоров, Рамси будет играть Алексея Панина, Дракона исполнит Лолита Милявская. Изи, изи. Реал ток. Синк оба дзис, мэн. Вся концепция сериала производства в России. Мы возьмем культовый зарубежный сериал, в который было вложено миллионы долларов. И настолько дерьмово его переснимем, чтобы у зрителей гной кровавый из глаз потек. Сука! И вот в то самое время, когда, казалось бы, чаша негодования уже через край переполнена, когда уже, ну, надо наконец-то опомниться и остановиться. На российском телевидении происходит вообще полнейший абсурд. И, к примеру, Роскомнадзор предлагает оштрафовать официальные СМИ за распространение новостей о Версус Баттлах. Шесть СМИ, а именно сайты, РИА Новости, московского комсомольца, АИФ, телеканала Дождь, журнала Максима Ресурса, Репаблик будут оштрафованы на 50 тысяч рублей за то, что осветили баттл Оксимирона против гнойного, ведь там нецензурная лексика. Действительно, такая проблема прям, с которой нужно бороться. Как в наш чистый, непорочный телевизор могла просочиться такая зараза? Давайте постараемся это забыть. И просто посмотрим доктора Тырсу и послушаем очередную гениальную речь Анны Калашниковой. Я просто не ожидал, что меня на всю страну подставили. Настолько жестоко, что просто невозможно. Я мать-одиночка, которая лгонит на всю страну после этой программы. Стоит сказать, что да, я сам делаю из этого какие-то выводы. И вот за последние несколько месяцев я отказался от 95 предложений прийти экспертам на какие-то ток-шоу или передачи. Точно такая же судьба постигла тот самый проект на ТНТ, который готовили многие видеоблогеры. Мы в определенный момент начали подозревать, что как бы корректнее выразиться. Это дерьмо! Я в ближайшее время нацелен заниматься исключительно ютубом. И нет, представьте себе, я не хотел бы стать ведущим, пусть говорят. Да-да, не удивляйтесь! Всем вам также советую разборчивее относиться к тому, что вы смотрите. И нам, по сути, остается только игнорировать все это дерьмо и надеяться на то, что когда-нибудь вектор развития нашей медиасферы повернется в правильную сторону. И мы с Юрой Хованским споем на голубом огоньке. Курточка моя так хорошо сидит на ней. Обязательно ставьте лайк, если вы ни в коем случае не хотите увидеть Анну Михалкову на Драконе на телеканале НТВ. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Николай Соболев. Всем спасибо. До скорых новых встреч. Пока.